На грани провала. Главный сторонник Брекзита, британская праворадикальная партия ЮКИП в глубоком кризисе. Она лишилась четвертого лидера за полтора года, к тому же осталась без денег. За что уволили председателя партии независимости и какое будущее у ЮКИП, расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Внеочередной съезд членов партии ЮКИП закончился плачевно для ее лидера. Генри Болтону выдвинули воту недоверия и большинством голосов уволили с поста главы партии. На этом месте он продержался очень недолго, всего шесть месяцев. Причиной отставки стала молодая любовница Болтона. В прессу попала ее личная переписка с расистскими комментариями относительно невесты принца Гарри Меган Маркл. Уже трижды женатый Болтон срочно расстался с подругой на фоне скандала, только чтобы удержаться на должности лидера. Но это не помогло. В этой партии есть привычка рубить сук, на котором она сидит, не понимая, что причинит себе вред. Так что вполне возможно, что они пожалеют о том, что уволили меня. Однако я желаю успехов и новому лидеру, и политической силе. Но вернуться в ряды в главной оппозиционной партии ЮКИП мне уже вряд ли удастся. В ближайшие три месяца партии предстоит выбрать нового лидера, уже пятого за последние полтора года. После ухода главного идеолога Брексита Найджела Фараджа партии так и не удалось найти достойного главу. ЮКИП стремительно теряет популярность. На последних выборах членам партии не удалось завоевать ни одного места в парламенте. И неудивительно, что при таком раскладе многие доноры отказываются жертвовать деньги на нужды партии, как раньше. И сейчас, в самый разгар кризиса, многие уговаривают Найджела Фараджа вернуться. Он возглавлял ЮКИП 6 лет, и при нем партия достигла наибольших успехов. Ушел Фарадж сразу же после референдума по выходу из ЕС, дескать, выполнил главную задачу праворадикалов. Между тем, Генри Болтон собирается вернуться назад к молодой любовнице и подумывает над тем, чтобы обжаловать в суде изгнание с поста лидера. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.